У берегов Намибии и Патагонии исследователи все чаще отмечают ситуации, прежде считавшиеся маловероятными, касатки нападают на акул, морских львов и даже детенышей китов. Эти черно-белые гиганты традиционно рассматривались как хищники-универсалы, способные добывать любую пищу. Однако действительность обнаружила куда больше нюансов. Современные наблюдения и анализ ДНК выявили, что под обликом касатки скрывается не один, а несколько отдельных видов. Различия между ними столь существенны, что заставляют пересмотреть наше представление об эволюционных процессах. Многие годы касатку считали символом всепланетной приспособляемости. От Арктики до Антарктики ее относили к единому виду аурчинрс-ауркор. Предполагалось, что это суперхищник, с равным успехом охотящийся как в ледяных водах, так и в тропических морях. Но с конца 20 века стали накапливаться нестыковки. Почему одни касатки постоянно обмениваются громкими щелчками и свистами, а другие во время преследования добычи действуют почти бесшумно? Почему одни группы питаются исключительно рыбой, даже в условиях ее недостатка, а другие с пугающей эффективностью нападают на морских млекопитающих? И самое удивительное, почему никогда не регистрировалось скрещивание между такими группами, даже когда их пути пересекались в одних и тех же акваториях? Разгадка оказалась поразительной. Дело не в местных традициях, а в различных эволюционных путях. В Атлантике и Южном океане выделились как минимум две крупные группы, условно названные прибрежными атлантическими и океанскими охотниками. Внешне они почти идентичны. Характерная краска, сходные размеры, знакомый спинной плавник. Но наблюдение за их повадками, охотой и акустической коммуникацией раскрывает два разных мира. Прибрежные атлантические касатки, встречающиеся у берегов Иберии, Бразилии, Аргентины, ведут жизнь шумных коллективов. Они формируют группы по 1520 особей, где ключевую роль играют старшие самки. Их рацион почти целиком состоит из рыбы, в основном тунца и сельди. Для поиска добычи они используют сложную эхолокацию, их щелчки и свисты образуют замысловатые акустические паттерны, напоминающие диалекты. Каждая семья обладает уникальным набором звуков, передаваемым через поколение. Молодь учится у матерей и бабушек правильным песням для обнаружения косяков даже в бедных водах. Это не просто сигналы, а полноценная культурная традиция. Их зубы остры и мало стерты, они предназначены для хватания скользкой добычи, а не для дробления костей. Их существование сосредоточено вокруг рыбы и коллективной мудрости старших, и даже в голодные периоды они не переключаются на морских млекопитающих. В этой верности сила культуры, навыки становятся правилом, а правило – основой выживания. Совершенно иначе существуют океанские охотники, которых чаще наблюдают у побережья Намибии, Фолклендских островов и Южной Африки. Их стратегия – скрытность и молчание. В отличие от прибрежных сородичей, они почти не применяют пехолокацию во время охоты. Любой звук мог бы выдать их присутствие, а их жертвы – морские львы, тюлени или дельфины – обладают острым слухом. Поэтому эти косатки движутся бесшумно, словно тени, выслеживая добычу. Их телосложение массивнее, челюсти мощнее, а зубы заметно изношены от постоянного контакта с костями и толстой шкурой. Они действуют малыми группами по 37 особей, чаще всего это мать с подросшим потомством. Атаки совершаются слаженно, по четкому плану. Одни отвлекают жертву, другие заходят с фланга, а завершают охоту точный удар хвостом или укус. В их действиях нет хаоса, только расчет, холодная координация и интеллект. Это не универсалы, а специалисты высочайшего класса. Долгое время эти различия объясняли, как экологические формы одного вида, подобие региональных диалектов. Однако генетический анализ внес ясность. Данные ДНК показали, что разделение между прибрежными Атлантическими и Океанскими охотниками произошло примерно 250 тысяч-300 тысяч лет назад. Это означает, что в то время, когда первые люди только начинали изготавливать каменные орудия, эти касатки уже пошли разными эволюционными путями. Более того, несмотря на пересечение ареалов, ни разу не было зафиксировано их скрещивание. Для морских млекопитающих это крайне нетипично. Различия в их геномах затрагивают не только пищевые предпочтения, но и иммунную систему, акустические способности и даже особенности нервной деятельности. Это не временная культурная адаптация, а глубинное видообразование. Научное сообщество столкнулось с фактом, культура может быть движущей силой эволюции. То, что касатки передают потомству, будь то звуковые паттерны для эхолокации или методы бесшумной охоты, формирует не только поведение, но и физические характеристики. Постепенно навыки становятся наследием, а культурные нормы закрепляются в биологии. Эта идея еще недавно казалась спорной, считалось, что животные могут учиться у родителей, но это вряд ли влияет на эволюцию вида. Однако пример касаток демонстрирует обратное. Длительное социальное обучение способно создавать новые линии, которые со временем превращаются в отдельные виды. Эти открытия имеют не только теоретическое значение. Они критически важны для охраны природы. Прибрежные атлантические касатки сегодня находятся в тяжелом положении. Их основная добыча, тунец и сельдь, страдает от перелова и климатических изменений. Эти касатки не переходят на тюлени или акул, их культура не позволяет. В результате популяции сокращаются, а с уходом старейших самок утрачивается коллективная память. Молодые особи остаются без наставников и не знают, куда мигрировать в поисках рыбы. Их исчезновение может стать не только биологической, но и культурной катастрофой. У океанских охотников ситуация иная. Их численность растет, поскольку популяции морских львов и тюленей в Атлантике восстанавливаются благодаря охранным мерам. С 1990-х годов их количество у побережья Южной Америки увеличилось более чем вдвое. Их стратегия эффективна, их культура устойчива, и они чувствуют себя полноправными хозяевами своей среды. И этот контраст показывает, насколько опасно рассматривать всех касаток как один вид с разными привычками. Когда природоохранные программы объединяют все группы под общую категорию, они игнорируют фундаментальные различия. Одни линии могут процветать, другие – исчезать, и подход средней температуры по больнице может стоить жизни целому виду. История атлантических касаток – напоминание о границах человеческого понимания. Мы десятилетиями наблюдали за ними, снимали фильмы, изучали диалекты, отмечали различия в питании. Но все это время мы предпочитали считать их вариациями одного вида, потому что так было проще. Мы не допускали мысли, что прямо перед нами могут существовать разные виды, внешне почти неотличимые. Таксономия долго держалась за морфологию, форму тела, размер плавника. Но в современной науке этого недостаточно. Поведение, культура и коммуникация становятся такими же важными признаками, как кости и гены. Теперь, когда завеса приподнята, мы начинаем видеть всю глубину различий. Касатки, певцы и касатки, охотники живут бок о бок, но словно в разных реальностях. Одни воспитывают потомство в шумных сообществах, где знание передается через песни и устные традиции. Другие взращивают детенышей в молчании и расчете, обучая тактике безмольного убийства. И хотя внешне они похожи, их внутренний мир, их культура и эволюционная судьба абсолютно различны. Для науки это сигнал пересматривать само определение вида. Для экологии повод иначе подходить к охране животных. Для всех нас напоминание, что даже самые знакомые существа могут хранить тайны, способные изменить наше представление о жизни. Ведь если мы могли перепутать два разных вида касаток, которых видели так близко и так часто, сколько еще видов на планете остаются нераспознанными. И, пожалуй, самое поразительное в этой истории не то, что касатки оказались разными. А то, что величайшие открытия могут скрываться не в неизведанных глубинах, а в том, что мы считали давно изученным. Касатки не изменились. Изменилась наша способность их различать. И, возможно, где-то рядом, в знакомых водах, нас ждут новые открытия, столь же масштабные и неожиданные. Дорогие зрители, что вы думаете об этом открытии? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком и подпиской на канал. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова